Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир сверхъестественных вещей. Когда мои гости говорят о Божьем огне, они рассказывают о встречах с этим явлением. Божий огонь может сойти и на вас. Интересно? Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. У нас в гостях Майлз. Майлз, в детстве ваша крестная водила вас в церковь. Какое пророчество вы получили в той церкви? Когда мне было 7 лет, крестная привела меня в церковь. Вы понимаете, я запомнил это так, словно это было вчера. Я принял Иисуса тогда. Окружавшие меня женщины пророчествовали мне о призвании проповедовать Евангелие и о том, как Бог будет действовать через меня. Они сказали, он будет проповедником. Я выбрал этот путь. Майлз начал служить рано. К 20 годам Майлз Килби пережил крещение Святым Духом. Он окунулся в Божьего Духа. Дело в том, что с вами произошло это явление. Экстраординарное, необычное и чудесное. Когда вы погрузились в Духо, когда я крестился во Святом Духе, на меня сошел огонь Господа Бога. Я начал говорить на неведомых языках. Это невероятно. Я пережил силу и славу Бога невероятным образом. Я был полностью излечен моим небесным целителем от своих ран, травм и боли, которые мне причинили в детстве, и когда я был юношей. Итак, Дух Святой убрал из моей души все ненужное, все, что отягощало ее. Я наполнился им, и это переживание полностью изменило меня. Бог явил славу. Кроме того, вы обрели дар слышать голос Господа весьма ясно? Да. Теперь я слышал голос Бога ясно. После этого я сконцентрировался на развитии отношений со Святым Духом, с близостью. Я посвятил время развитию отношений с Ним. Я практиковал общение с Богом, молился на языках, искал Божье лицо. Я стал слышать голос Всевышнего. Внятно, ясно. Одним словом, у меня развился хороший духовный слух. После этого прошел один год. Чудеса не закончились после пасхального события. Через год после этих экстраординарных проявлений произошло еще одно Божье чудо. Да, год спустя на одной встрече с Небесным Отцом я принял крещение Божественным Огнем. Это не что иное, как полное погружение. А в Библии обещано крещение Духом и Огнем. Большинство не замечает слова «огонь». Что это за огонь, принятый вами в Господе? Крещение Святым Духом и Огнем – это полное погружение. Святой Дух – это испопеляющий огонь. Когда Бог приходит и проявляется в огне, Он поглощает все эгоистическое в вас. И это очищение. Он дарит нам свою любовь к нашему Мессии. Именно так Создатель очищает нас. Бог охватывает вас огнем и наделяет огнем пророков для того, чтобы они служили. А что Господь говорил вам об огне? Бог сказал, ты принесешь огонь этому поколению. Я даю тебе это поручение, ведь я задействую тебя для распространения огня в церкви. Моя цель – очищать. Я очищу церковь от всех пятен перед приходом к Мессии. Позже я попрошу вас помолиться за огонь Господа Богом. Брат Майлз, сейчас мы позаре снуждаемся в слове ободрения на ближайшие месяцы. Что Бог говорит вам? Сейчас мы видим разделение. В разных слоях общества Америки, да и в других странах тоже. Мы, слава Богу, выжили. Эти два года были непростыми. Что Бог показал вам? Я смотрел на еврейский календарь. Бог попросил меня добавить число, и вышло число 21. Бог дал стих из книги Даниила. Даниил ожидал 21 день, пока ангел не дал ему ответ. В духе число 21 – это символ духовного прорыва. Бог дал прорыв и победу Даниилу. Он победил князя Персидского. Затем он дал Даниилу, по-моему, самое важное в Писании, откровение о последнем времени. Бог продолжал говорить. Дорогой Сид, во время этой встречи он показал мне бетонное заграждение. Прошлый год был годом провозглашений и пророчества из Писаний. Враг пытался заставить нас замолчать. Он не хотел, чтобы мы провозглашали Слово. Библия говорит, положишь намерение, и оно состоится. Итак, Святой Дух показал мне это заграждение. Наши провозглашения наносили удары по этому барьеру. Слова впивались в барьер, как стрелы. В итоге, видение, я увидел прорыв. Бог сказал, я даю этот прорыв. Все, что вы провозгласили в 2020 году, я исполню в году новом наступающем. Христиане расстроились, не видя исполнения Слова Иисуса и полученных ими пророчеств. Бог сказал, все это исполнится в наступающем 2021 году. Вы выступали перед подростками, Бог открыл вам конкретную дату. Майлз услышал о знаковой дате, расскажите о ней. Господь подарил той молодежной группе впечатляющее Слово Знание. Это случилось в церкви, где я служил. Бог открыл одну дату. По час получая Слово Знание, мы не понимаем, о чем это Слово. А потом Бог открывает его. Та дата была датой, когда за год до того один подросток из той группы покончил с собой. Дети помнили ее? Да, помнили. Да, пастор общины подтвердил этот факт. Да, именно в тот день парень наложил на себя руки. В ту минуту Иисус Христос объявил нам, «Я прогоняю дух самоубийства от этой молодежи, и он никогда не вернется туда». Когда говорит Бог, то он не бросает слова на ветер. Все закончилось. Бог прогнал беса. Тогда на призыв откликнулось примерно семь человек. Они признались, что и они тоже боролись с духом суицидом, и мы прогнали тот дух от них прочь. И тогда эти молодые люди освободились от этого. Пожалуйста, прогоните дух самоубийства от зрителей. Да, именно сейчас в вашей судьбе настал важный момент. Бог изгоняет духа депрессии, духа угнетения. Я запрещаю тебе дух угнетения во имя Иисуса. Я связываю дух угнетения и разрушаю влияние духа самоубийства. Он уходит от вас. Отрекитесь от него и прикажите ему идти. Мы изгоняем его. Он не будет мучить вас. Вы освобождаетесь от него. Это сильно. Смотрите. Майлз, в детские годы, вы получили дар от Господа. Это дар ясного слышания Бога. Получат ли это дар телезрители и остальные христиане, которые смотрят нас? Бог желает, чтобы все его дети слышали его. Это характерная особенность христианина. У Авраама не было Библии, и тем не менее он близко знал Бога. Он очень хорошо знал его. Он был духовен, ведь он слышал голос Бога. Самое важное для каждого верующего – это слышать голос пастыря Христа, а не голос незнакомого пастуха. Господь желает, чтобы мы знали его голос, отличали его от других голосов, потому что Всевышний желает участвовать во всех наших начинаниях, во всех планах и делах, чтобы помогать нам и направлять нас. Майлз Килби учит тело Христа на одну чудесную тему. Его нужное учение укрепит вас в вере. Мы получаем благо Бога через веру. Он укрепит вашу веру. И вы получите то, о чем учит Майлз. Одна из ваших тем – это пять уровней для тех, кто пророчествует. Почему не четыре, не три, а именно пять? Мы рассмотрим один. Это пророчество во славе Бога. Расскажите об этом. Это мой любимый раздел. С моей точки зрения, пророчество во славе Бога – это самый впечатляющий дар Божий. Мы предстаем перед Божьим лицом. Иисус Христос открывается нам, и мы слышим голос Всевышнего. Когда же мы пророчествуем в Его славе, то благодаря славе наши слова становятся убедительными. Итак, что это меняет? Слова становятся убедительными, поскольку благодаря им пророчества сбываются быстрее. Тогда ответы от Бога приходят сразу. Ждать не нужно. В таком случае, то, о чем Господь обещал тебе, исполняется мгновенно. Ты увидишь чудотворение, исцеление, и тебе будут служить ангелы. От этого захватывает дух. Это дар иного порядка и уровня. Поэтому увеличение Божьей силы и бремени, Его славы, происходит, когда мы говорим истину Бога. В итоге, я выбрал идти именно этим путем. Именно тогда ответы от Бога приходят сразу, и ждать уже не нужно. Небеса открыты над вами. Хорошая новость состоит в том, что в прежние времена жило несколько одаренных Святым Духом людей, служивших на этом уровне. Именно такая слава придет к нам и распространится по всему миру. все последователи Господа Иисуса Христа, которые верят Ему, получат ответ, слушая Божье Слово о славе, о которой мы беседуем сейчас. Бог даст вам благословение. Иисус Христос дал дар Майлзу. Сострадание — это моя любимая тема. Сострадание открывает дверь для чудес Бога. Поэтому не переключайтесь. Майлз после короткого перерыва помолится о крещении огнем и о Божьем сострадании, которое спасло вас. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие телезрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях. Во время просмотра одной из ваших передач по телевизору ваш гость молился за исцеление плеча, и я приняла это исцеление. Мое правое плечо болело, и я не могла спать на правом боку. После его молитвы у меня больше нет проблем, и я могу спать на правом боку. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Господь Бог помазал Майлзе Килби учить его священному Писанию. Вот еще одна из тем Майлза. Данное учение называется так «Шесть принципов, помогающих развить пророческое дарование». Среди этих духовных принципов есть один, который мне ближе остальных. Это говорение на сверхъестественных языках. Это ведь моя любимая тема Майлз. Говорение на языках это, пожалуй, самый впечатляющий дар из даров, данных нам и Иосусом. Я поделюсь опытом. Господь наделяет нас силой. Молитва на сверхъестественном уровне обеспечивает нам доступ к другим дарам Святого Духа. Когда мы молимся на языках, то тем самым мы активируем каждый дар Духа. Хотите услышать Бога? Тогда молитесь на языках. Я молюсь на них много, я много читаю Библию и поклоняюсь. Чем больше молишься на языках, тем больше слышишь Бога. Происходит активация. А знаете, Святой Дух дал мне откровение. Однажды в прошлом я молился на иных языках. Это были ангельские языки. В ту минуту Господь Иисус обратился ко мне. Ты говоришь на языке ангелов. Сейчас ты раздаешь им поручения. Они исполняют эти задания. И он перечислил, какие именно задания я давал ангелам, и куда они направлялись, и что именно они должны были делать. Да, я читал об этом. Это удивительное откровение. Это искусство слушать. Искусство слышания. Теперь поведайте нам об этом. Что значит искусство слышать? У меня есть дети. Как отец, я стараюсь, чтобы они слушали меня. Одним из моих любимых примеров на тему «Искусство слушать» стал эпизод из жизни Соломона. Когда Соломон зашел на престол, он пережил встречу со славой Бога. Он обратился с просьбой к Богу. Вот буквальный перевод его мольбы. Он попросил слушающее сердце. Это сердце, слышащее Бога. Тогда я смогу управлять твоим народом Израилем. Соломон просил слышащее сердце, о чем идет речь. Вы не задумывались. Это сердце, отзывающееся на голос Божий. Оно слышит его голос, причем отчетливо и ясно. Оно принимает откровение и мудрость напрямую от Отца. Бог желает дать вам то же самое. Знаете, что Господь сказал Соломону в ту пору? Из-за того, что ты просил мудрость, я дам тебе многие другие блага, богатства, долголетия, а ведь ты просил только чуткое сердце. Сделайте это сегодня сами. Попросите Господа Бога помочь вам развить духовный слух, и он сделает это с вами. Брат Майлз, перед тем, как вы помолитесь об огне, о сострадании Иисуса, и о способности слышать Бога, вкратце расскажите о семи глазах Святого Духа. Для меня это был один из самых плодотворных семинаров. Во время библейского семинара я был в прямом эфире. Я сидел в студии, где велась запись. Я учил о семи духах Божьего Духа, а точнее о семи глазах Духа. Многие не осознают то, что существует семь очей в пророческом измерении. Семь очей. Это знак совершенного взгляда и пророчества. Во время семинара я учил об этом. А вдруг я ощутил дуновение ветра справа. На меня сошел дух и остановился. Мои глаза загорелись сильным огнем. Глаза жгло так сильно, что из них полились слезам. Огонь Бога был горячим, как лава. Такого я не переживал никогда ранее. Глаза буквально обжигало. Во время этого чуда Иисус заговорил со мною и сказал, Майлз, я даю тебе глаза огня. Зрение от Бога. Да, я даю тебе глаза огня. Я очищаю твой взгляд. Ты будешь видеть так же, как и я. Ты будешь относиться к людям состраданием. Ты увидишь их так же, как и я. А теперь, пожалуйста, помолитесь сейчас за телезрителей. Хорошо. Примите это прямо у своего экрана. Я помолюсь, и вы примете тот же огонь на ваши глаза, который получил я. Отец, во имя Иисуса я высвобождаю сверхъестественное наделение очами твоего огня. Отец, я делаю это сейчас во имя Христа. Я высвобождаю очи огня через наделение сейчас. В эту минуту многие почувствуют жжение. Господь проявит это. Примите это сейчас. Я высвобождаю это. Господь исцеляет глаза многих. Вы носите очки, линзы вам больше не понадобятся. Сейчас Бог исцеляет тех, у кого отслой косячатки. Святой Дух исцеляет правый глаз. Также есть зрители, которые нуждаются в восстановлении зрения. Вы видите, как в тумане. И возможно, у вас катаракта. Господь исцеляет вас. Вы ощущаете жжение на глазах. Такого с вами не было ранее. Бог дает вам огненные глаза. Я высвобождаю сострадание на вас. Господь дарит вам сострадательное сердце, такое же, какое Он дал когда-то и мне. Бог наполняет вас состраданием, чтобы вы относились к людям с любовью. Я высвобождаю этот дар, принимайте его во имя Иисуса. послушайте меня еще немного. Пожалуйста, попросите у Господа прощения за все ваши грехи. Его кровь омоет вас. Попросите Иисуса стать вашим спасителем и Господом вашей жизни. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Когда моя дочь была 2-летняя, ее педиатрик сказала, что она университет аутизм. Единственное слово, что она могла сказать, это «папа», и она могла иметь нервную эспрессию на лице, когда кто общался с ней. Я верю, что Бог будет исправить ее речь. В 2017 Хэнк Хурман сказал, что врач сказал, что ваше две расстройства от истическое китро. Молитесь против его пустя на учизнике. В этот момент я Я проснулся вас через передачу «Это сверхъестественное». Поделитесь своей историей по адресу, который видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Вы хотите узнать код «Двери к чудесам»? Я Кеннон Бриджес. Смотрите новый выпуск программы «Это сверхъестественно». Код «Двери к чудесам» принесет вам огромную пользу. Продолжение следует... В нашем приложении «Всемирного молитвенного сообщества» вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» — Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы.